Добрый день, коллеги! Начинаем пресс-конференцию, посвященную открытию Центра гендерной культуры. Перед тем, как представлю спикеров, короткая информация для тех, кто у нас давно не был. Мы теперь все разговариваем в микрофон, поэтому как только у вас возникнут вопросы, с радостью вам его передам. Наши спикеры Татьяна Исаева, директор Центра гендерной культуры, и Татьяна Иванина, глава Бюро гендерных стратегий и бюджетирования. Татьяна приехала к нам из Полтавы. Давайте коротко расскажем о том, что сегодня открывается, и перейдем к вопросам. Правильно, да? Добрый день. Все включено. Все включено, спасибо большое. Добрый день, уважаемые гости. Рады вас видеть, очень благодарны за то, что вы нашли время прийти к нам сегодня и услышать о нашей новости, о том, что мы открываем в Харькове Центр гендерной культуры. БРИ поддерживает этот проект Европейский фонд за демократию ИДИ. И идея в том, чтобы создать в Харькове место неформального общения, когда мы будем просто интересно. Вот наша мота, это интересно, это важно, это для всех. Когда мы будем говорить о гендере, просто понятно, чтобы поднимать общий уровень гендерной культуры нашего, и региона, общества, и Украины в целом, чтобы мы соответствовали международным стандартам, определенным тем высоким европейским стандартам, которым надо соответствовать в этом сегодня. Центр гендерной культуры — это не место, закрытое для, предположим, только экспертов или тренеров по гендерной политике. Это для всех. Изюминкой нашего центра будет то, что мы создаем центр, в котором будет детская комната. Родители с детьми смогут прийти и получать какие-то услуги нашего центра, а в это время с детками будут у нас находиться специально подготовленные наши коллеги или волонтеры и волонтерки, с которыми мы специально подготовим для того, чтобы они смогли быть с этими детками, заниматься. Мы будем говорить о гендере не ради гендера, о гендере, поднимая гендерную чувствительность. Почему? Потому что гендер ради гендера, ну это неправильно. А когда мы говорим о гендере, мы говорим всегда о людях. Гендер — это всегда люди, это всегда мужчины, женщины, это общество. А гендерный подход — это подход к каждому человеку, к его особенностям, к его потребностям. И сделать наше общество более толерантным, демократичным, более открытым к людям со специальными потребностями. Потому что, скажем, родители с детьми, независимо, мама, папа, с маленькими детьми, они становятся людьми со специальными потребностями. Потому что, не имея возможности оставить где-то ребенка, они ограничивают себя в получении какой-то информации или определенных образований. и возможности держать руку на пульсе. Наш центр — это будет местом интерактивного общения. Что-то типа коверкинга, да, такого, где мы будем вместе работать, творить. Будут разные формы работы. Естественно, все услуги будут даваться бесплатно. Мы будем привлекать большое количество волонтеров и волонтерок. Наши партнеры — это организации всеукраинского уровня и местные. Например, Украинский женский фонд. И сегодня к нам приедут на наше открытие, приехали уже наши коллеги из Полтавы, Киева, Херсона, Сум. Я чуть-чуть позже передам своей коллеге слово. Это Украинский женский фонд. Организация «Украинки в бизнесе». Это Харьковские организации «Ассоциация многодетных семей АММА». Это агенция изменений перспективы. Это информационный центр для молоди. Это информационно-аналитический центр «Крона». То есть мы объединяем усилия и работаем в направлении повышения уровня гендерной культуры и чувствительности нашего общества. И сейчас я бы хотела... Мы работаем в первую очередь, конечно, для Харьковской громады, для Харьковской регионы. Ну, потому что мы находимся в Харькове. У нас есть уже такая наработанная практика, как гендерный музей, который существует у нас с 2008 года. Однако музей... Это центр тоже мы называем гендерного просвещения. Однако вот в том помещении, где мы сейчас находимся, у нас не было места для общения и для таких интерактивных форм работы. Для семинаров, тренингов, чтобы мы могли там очень активно и долго общаться. И вот благодаря этому проекту, центру гендерной культуры, у нас появляется место, где мы сможем не просто смотреть экспонаты, да, или там дискутировать в течение часа или полутора. Мы сможем проводить время с 11 до 7, так именно будет работать наш центр. Мы будем работать в субботу-воскресенье. Вот. И к нам мы будем иметь возможность приглашать наших коллег из разных городов, которые будут приезжать и смогут с нами работать в этом направлении. Сегодня я бы хотела представить вам мою коллегу, национальную экспертку с вопросов гендерной политики, Татьяну Иванину, которая приехала к нам из Полтавы, которая представляет всеукраинское бюро бюджетирования и гендерных стратегий. И она сама расскажет и о проекте немножко своем. Это тоже очень важный проект, очень важный стратегический проект для нашего. Несмотря на то, что я представляю совсем другую организацию, другой проект, приехали сегодня люди и мои коллеги с тем, чтобы поздравить Харьков с таким неоднозначным событием. Потому что открытие любого общественного центра – это всегда событие, тем более для города такого крупного масштаба. И не секрет, что когда мы проводим свои инициативы, любые общественные организации из любых регионов, мы стремимся передать свой опыт, мы стремимся передать свои практики. И очень важно иметь место, где могли бы мы встречаться. Поскольку, ну, все, кто занимаются проектной деятельностью, знают, как дорого. На самом деле, иногда бывает собраться в каком-то месте для того, чтобы пригласить большое количество людей, для того, чтобы это место было открытым. И я надеюсь, что центр гендерной культуры будет именно таким местом. И особенно интересно то, что этот центр, ну, насколько я точно знаю, будет использовать гендерно-чувствительные практики. То есть это от слов к делу. По-моему, это самый главный принцип, который этот центр может воплотить в жизнь. Что касается нас и нашего проекта, то я о нем скажу коротко, лишь только для того, чтобы вы понимали, что когда мы говорим «центр гендерной культуры», это не обязательно о культуре, может быть, об истории, о женщинах или мужчинах. К примеру, мы являемся сегодня, наверное, первыми посетителями центра, как рабочая группа. Вчера состоялась уже рабочая группа, и мы обсуждаем гендерно-чувствительные инструменты для стратегии местного планирования. То есть мы работаем, наш проект работает как бы в поле разработки инструментов по децентрализации. Адресованы они, безусловно, в первую очередь женщинам, которые работают в общественных организациях, но также депутаткам и там сельским головам. Наш проект только начался, поэтому, возможно, когда-нибудь мы поговорим о его результатах позже. Но самое главное, мне кажется, что сегодня есть возможность показать, что получается, если люди консолидируют свои усилия. Вот мне кажется, что центр гендерной культуры – это как раз тот пример. И зная Татьяну много лет и ее работу, я хочу искренне поздравить с этим начинанием. И город Харьков, конечно, потому что, во-первых, это приятное место, и все, кто сегодня туда пойдет, посмотрит, насколько оно комфортно, и вы почувствуете, насколько здорово там работать. Во-вторых, я думаю, что действительно, благодаря этому центру и город, и наши инициативы, в частности, женские, гендерные, получат такой больший новый толчок, потому что сегодня это важно. Сегодня важно, чтобы любой активизм приобретал, знаете, такую открытую форму, и гендерная тематика перестала быть темой только для экспертов. Ну вот, пожалуй, я бы это хотела сказать. Есть ли вопросы? Похоже, есть. Добрый день. Агент Киевшевиков, сын Игорь. Скажите, пожалуйста, первое, адрес, где будет работать центр, второй вопрос, какой он по счету в Украине, первый, второй, десятый, то есть, ну, не совсем понятно. И третий вопрос, сразу походу, на фейсбуке, на вашей странице было в 15.00 официальное открытие. Будет ли оно в 15.00 официальное открытие, или не будет, ну, в свете того, что вы сейчас сказали. Спасибо большое. Уточняю, центр гендерной культуры у нас будет работать на улице Кузнечной, 9, украинской мовы в улице Ковальска, 9. Открытие сегодня состоится в 15.00, и это первый, на сегодняшний день, первый в Украине центр гендерной культуры. По нашему опыту, да, вот мы очень много общаемся с нашими коллегами, с рубежными, да, вот шведы, шведский отпуск, опыт, почему? Потому что мы, Украина взяла для себя модель вот в проваджении, да, реализации гендерной политики, именно шведская модель. И в Бельгии мы знакомились опытом реализации государственной гендерной политики. И вот насколько мы знаем, такой структуры нет, это мы такое придумали, чтобы у нас такое было. Поэтому я думаю, что... Есть ли еще вопросы? Тогда, пожалуй, я спрошу, вот мне кажется, что среди населения, среди людей, которые не знакомы глубоко с этой проблемой, гендер это равно феминизму, феминизм равно ненавидеть мужчин и куча-куча-куча других стереотипов. Будете ли вы как-то с этим работать? Да, конечно. И как? Да, конечно. Мы будем объяснять, что феминизм и гендер — это не страшно. Это интересно и важно. Что в слове «феминизм», как и в слове «гендер» нет ничего действительно страшного. Что просто все феминистки, все люди, которые занимаются гендерными исследованиями, экспертки, эксперты, они все разные, потому что это все люди. И есть люди более радикально настроены, да, вот скажем, радикальные феминистки. Возможно, кто-то идентифицирует весь феминизм с радикальным феминизмом. Есть разные направления. Почему? Потому что мы стоим на позициях гендерного равенства, равной реализации людьми, каждым человеком своего собственного потенциала. Потому что если человек не реализует свой потенциал в первую очередь для себя, как он может быть полезным для общества? Если он не делает то, что нравится и хорошо ему. Если, например, женщина чувствует себя сильной в политике и власти, а ей говорят «сиди дома», и женщина не для этого, а мужчина, например, не может заработать денег, а ему говорят, что ты неправильный мужчина, потому что самое главное предназначение мужчины – зарабатывать деньги, то, в общем-то, наш подход – это неправильно, это несправедливо. Почему? Потому что люди должны выбирать то дело, которое они любят, тогда они будут счастливы. А если будет каждый человек в деятельности счастлив, тогда, наверное, будет счастлива наше общество. Какие формы работы предусмотрены в Вашем центре, и что Вы запланировали на ближайшее время? На ближайшее время, 19-го числа, в 4 часа, у нас будет такой тренинг, семинар, скорее, не тренинг, а такой короткий семинар, а гендер интересно, базовые знания, гендер, чтобы для того, чтобы все интересующиеся, кто к нам придет, уже мог услышать первую терминологию, которую, чтобы говорить грамотно, правильно, что такое гендерно-чувствительный язык. Почему? Потому что у нас принято на этом Исаева Татьяна – директор. Почему директор? Директорка. У нас есть слова, которыми мы можем употреблять гендерно-чувствительный язык. Да, и вот мы будем говорить. Потом у нас будет очень интересное мероприятие, и оно, я надеюсь, оно будет постоянным. У нас есть Инга Фрэйвене, ее авторский проект «Гендеротека украинника». Это будет просмотр каждую пятницу в 18.30. будет просмотр таких документальных фильмов на гендерную тематику с обсуждением, что мы в этом фильме видим, и поднимается обсуждение того, что будет затрагиваться какой-то аспект. Это очень интересные фильмы, она сама это подобрала, это такая вот ее авторский проект. В воскресенье у нас будет форум-театры, у нас будут творческие вторники, в котором работает будет Елена Зиненко, и это будут работы с разными группами, как со взрослыми, так и с детьми. Это будут креативные мастерские, творческие лаборатории, которые будут такие через творчество, да, мы будем выходить и говорить о гендерной чувствительности, о гендере, чтобы это было понятно и родителям, и детям, и всем, всем людям, которые будут к нам приходить. Центр у нас настроен на то, что у нас будут интерактивные формы работы. То есть это не место, куда вот люди придут, так вот встанут и будут стоять, нет, у нас творчество, у нас сотворчество, такой коверкин, мы открыты, у нас будет индивидуальное групповое консультирование на разные темы и по финансовой грамотности, потому что в нашей организации работают экспертки, получившие образование в программах финансовых, проекта USAID. Вот, и финансовая грамотность для себя. Финансовая грамотность не с точки зрения подготовки бухгалтера, да, управления собственными финансами, и это достаточно актуально на сегодняшний день. У нас будут интерактивные семинары и тренинги, открытые дискуссии. Например, если нам будут задавать вопросы, действительно гендер вредный для общества, вот мы сделаем такую открытую дискуссию, пригласим людей, которые считают, что гендер это вредно, феминизм это плохо, и тогда мы услышим весь набор вот этих вот определений и аргументов, почему это плохо, почему это не нужно. А, естественно, у нас будут оппоненты, и вот эти открытые дискуссии, они будут, я думаю, что достаточно полезны и для широкого круга, и для нас самих, потому что, в общем-то, наша позиция, мы стоим на том, что это не просто полезно, это интересно, это важно, и это для всех. В начале самым прозвучало о том, что Ваш центр гендерной культуры, это не только для Харькова, но и для всей Украины, вот каким образом это коснется каких-то других городов и других жителей нашей страны? Значит, ну, в первую очередь это то, что, вот как сказала Татьяна, вот у нас вчера состоялась уже первая рабочая группа, заседание первой рабочей группы, гостей, которые приехали, и получили возможность для работы, да, почему, потому что, когда приезжают гости с каким-то проектом, то в первую очередь становится какое? Помещение, где взять помещение, которое, например, нужно, закладывать большие, скажем, арендные деньги. У нас появляется место, куда мы можем пригласить наших гостей и сказать, вот, пожалуйста, работайте, почему, потому что у нас есть место, где Вы можете работать, учиться. Во-вторых, естественно, мы будем описывать наш опыт и делиться, представляя наши возможности, наши ресурсы на всех мероприятиях. И вот те методики, которые мы будем разрабатывать, и мы надеемся, что у нас это будет много таких методик, мы будем передавать на всеукраинский уровень. На сегодняшний день, скажем, нас всегда приглашают с музеем, да, и мы делаем презентации музея, рассказываем, каким образом мы говорим о гендере для широкой публики, для того, чтобы было понятно, и какие-то формы работы, используя. Но теперь мы еще будем говорить о центре гендерной культуры, потому что, ну, скажем, на сегодняшний день, я считаю, что такой центр гендерной культуры должен быть в любом городе. Я могу только добавить, вот по этому поводу, к примеру, наше мероприятие, оно не было запланировано в Харькове, и вот открытие такого рода центров действительно очень важным. Мы уже перенесли его сюда, и следующее мероприятие нашего бюро, которое, ну, связано с бюджетированием, с гендерным бюджетированием, простите, это подготовка экспертов со всей Украины, мы также проведем буквально через две недели в Харькове. И я точно знаю, что все мои коллеги, поскольку мы, ну, только совсем недавно узнали о таком центре, уже сейчас графики свои перестраивают, мы уже записываемся, что называется, в очередь. Я думаю, это действительно такое место, которое важно не только для Харькова, но и для всей Украины. Ну, ни для кого не секрет. В принципе, что украинское общество – это по большей степени мужское общество, да, такое консервативно-мужское общество, достаточно консервативно настроено. Сталкивались ли вы в процессе подготовки к открытию центра с открытым, скрытым противодействием, противостоянием? Нет, нет, я не столкнулась вообще ни с каким противостоянием. Во всяком случае, везде, где обращались мы, и вот, к сожалению, к нам сегодня не смогла сюда подойти Светлана Александровна Горгунова-Руба. Но она зато будет у нас на открытии, это, да? Да, да. Вот, и то, что было заявлено, на самом деле, мы получили поддержку ее, и сказала она слова в добрый путь, да? И вот обратились в информационно-кризисный центр, тоже нам дали возможность сегодня с вами встретиться. Вот, и наши коллеги, которые, наши партнеры, которые, узнав об открытии нашего центра, быстренько переменили место встречи с Полтавы на Харьков. И то, что сегодня к нам приезжает наша, приехала уже наша партнерка из проекта «Жень украинки в бизнесе». Это говорит о том, что, в общем-то, нас поддерживают. Ну, скажу так, пока я не ходила по всяким разным организациям, да, чтобы сказать, как к нам относятся, но мы пригласили широкий круг людей, и мы сегодня посмотрим в три часа. Пожалуйста, вот вы можете убедиться, насколько будут к нам относиться люди, и кто к нам и придет. Скажите, вы сотрудничаете или планируете сотрудничать с ГБТ-сообществом или организациями, которые занимаются защитой их прав, и планируете ли что-то делать для повышения уровня толерантности в обществе к этим людям? Мы работаем со всеми общественными организациями. Мы прекрасно знаем организации, которые работают с ЛГБТ, в Харьковской сферы. И, естественно, если сфера будет хотеть с нами работать, естественно, мы будем с ней работать. Если будут предложения сразу. Мы открыты к предложениям других организаций. То есть если мы... Нет, мы написали, мы открыты. Мы открыты. Но для того, во-первых, вы же учтите, пожалуйста, что наш проект стартовал 1-го числа. Сегодня, вот 15-е, мы уже открываем. Ну, нам надо было аж определенные вещи сделать. Процедурные там, красить красиво, чтобы все это было очень удобно, чтобы проработать какие-то планы по расписанию, да. И у нас сейчас мы запустить Фейсбук. У нас уже есть на Фейсбуке. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас был сайт. Вот. И мы всем пишем. Мы открыты. Мы открыты. Приходите, пишите, предлагайте. Вот. Ну, начнется системная работа. Начнем системно предлагать. Если сфера, предположим, захочет и скажет Центр гендерной культуры, давайте проведем вот открытую дискуссию. Скажем, давайте проведем открытую дискуссию. Самое главное, чтобы это было толерантно, демократично, открыто и грамотно. Понимаете, вот самое главное для меня, это очень важно. Почему? Потому что терминология, это очень важно. Это должно быть грамотно и действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Потому что мы страдаем сейчас, мы все страдаем, что каждый вкладывает, каждый или каждый из нас вкладывает какой-то смысл во что-то и сама в это свято верит. А потом вот как бы из этого, получается, как в том анекдоте, я не люблю, но мне сосед по телефону напил в повороте вашего. Поэтому нам важно, чтобы все это было очень грамотно, чтобы это было достойно, чтобы это было современно, чтобы это было открыто, чтобы это было соответствовало тем стандартам, о которых мы себе заявляем. Скажите, пожалуйста, а как вы планируете, вот что вы будете делать для того, чтобы какие-то более широкие массы людей привлекать, чтобы это не осталось в очередной раз узким экспертным сообществом и чтобы вот эта грамотность и правильная гендерно-чувствительная лексика не отпугнула людей? Ну, во-первых, у нас будет печатная продукция, во-вторых, у нас будут медиапродукты. Почему? Потому что мы в первую очередь считаем, что должны быть, скажем, видеопродукты, какие-то ролики. Вот наши формы работы, как видеотека, да, то есть мы приглашаем, будем предлагать нашим партнерам в городе размещать и учебным заведениям, будем обращаться к руководителям структур с разрешением размещать информацию в нашем центре и о наших мероприятиях, например, вот как о видеотеке, чтобы висели расписания и чтобы люди знали о том, что проходит и что можно прийти. Плюс Фейсбук, плюс, как это, ланчужковая реакция. Передай, сам узнал, передай другому. Мы планируем, чтобы работа была достаточно системная, чтобы, знаете, это было так неточечное, системно продуманное, поэтому, вот, но опять-таки, поскольку мы только начинаем, мы будем очень, у нас работа как трансформер, у нас центр как трансформер. Вот сейчас вот так, а потом вот так, а вот так мы будем подстраиваться под те потребности той аудитории, которая к нам придет. Вот если к нам придут, например, люди третьего, вот университет третьего возраста, у нас будет немножко по одному поставлены столы. Если нам нужен будет круглый стол, мы по-другому. Если у нас это будет творческая лаборатория, мы так раздвинем. Мы будем трансформировать под те запросы, под ту аудиторию, с которой мы будем работать. Есть ли еще вопросы, коллеги? Тогда, пожалуй, будем заканчивать. Спасибо вам, что вы к нам пришли и хорошего вам открытия сегодня. Спасибо большое вам. Большое вам спасибо и всех приглашаем на открытие. Три часа. Кузнечная 9, Кувальска 9. Продолжение следует...